Внимание! Плак семейного фестиваля автотуризма! Аммонит! Подняли! Фестиваль отеляется открытым! Фестиваль автотуризма Венлайнфест уже четыре года колесит по стране. Предпоследней точкой была Елабуга, ну а последней на данный момент стала Ульяновская область. К основному названию фестиваля в каждой новой точке добавляется дополнительное, которое приурочено к месту проведения. На этот раз фестиваль именован камнем, которым славится область – Аммонитом. Ну а местом проведения был выбран историко-культурный комплекс «Булгарская застава». Просто Страмайский район настолько богат в рекреационном порядке, в рекреационном смысле, что здесь можно проводить и не один, а десятки фестивалей, что мы в принципе и делаем. Познакомились с организаторами и месяца два назад провели первый оргкомитет. И вот очень рад, что сегодня у нас все получилось. Основной фишкой фестиваля стал День Нептуна, который приурочен ко дню военно-морского флота. Здесь проводились различные семейные конкурсы, ну а главным угощением для участников и гостей стала уха, приготовленная местными мастер-шефами. Рыба у нас наша волжская, судак. Делаем классическую уху. Фестиваль включает в себя три основные составляющие. Это автотуризм, где участники с разных точек страны знакомятся и общаются друг с другом. История территории проведения и ее антураж, а также этносоставляющая, которая включает в себя быт и сельское хозяйство. Ну а за традиционное ее творчество отвечали местные фольклорные коллективы. Круто, да. Мы планируем посмотреть, попробовать уху, повеселиться, хорошо провести время, покупаться. Фестиваль «Аммонит» на своей площадке собрал 100 экипажей и порядка 500 участников, среди которых были автотуристы из Беларуси и Казахстана. Гостям также представили выставку транспорта для путешествий на базе Ульяновского автомобильного завода. В качестве активного отдыха выступали катания на лодках и сапах, а также прогулки на лошадях. Свою фото-выставку с красотами области показала и команда Симбирской кругосветки издательского дома «Ульяновская правда». Разная тематика, разная программа для того, чтобы людям было интересно ездить, знакомиться с регионом и каким-то образом развлекаться. Недалеко от сцены развернулся целый проспект автотуристов со своими экипажами, представленными в разных номинациях. Кровать с рулем, кровать на крыше, в багажнике, на фаркопе, в кузове, а также кровать рядом. В одну из этих номинаций вписался и советский прицеп Александра Беликова, который путешествует в компании с женой уже 111 дней. Стартовой точкой стал фестиваль тюльпанов в Калмыкии. После проехали Кавказ, ну а теперь добрались до Поволжьи. Потому что они нам близки по духу. То, что они делают, нам это очень близко. И поэтому мы стараемся не только просто здесь отдыхать, а как-то им помогать развивать эту тему. В заключительный день фестиваля участники в рамках конкурса экипажей смогли проголосовать за наиболее понравившиеся. А гости выбрать потенциальный транспорт для будущих автопутешествий.